Строительные леса Нам поступил сигнал, что здесь находятся пострадавшие под лесами. По приезду пострадавшие не обнаружены. Пострадавших нет, хотя конструкция действительно двух человек накрыла. Галина Чунихина работает здесь в магазине. Вышла по делам и пройти не успела. Дул очень сильный ветер. Все гудело. Я когда повернулась, вся эта клеенка надулась. Я подумала, как парус на корабле, наверное, поплывем. Ну и как раз минута-две, секунды, наверное, вообще делов. И как раз все это произошло. Вот здесь я проходила, вот она осталась, эта конструкция одна единственная. Я как бы стояла под ней. Вот из-за того, что не упали, наверное, эти досточки, немножечко повезло. Доски образовали над головой Галины крышу. Потому ее и не задело. Под завал чуть было не попал автомобиль. Это кадры, сделанные очевидцами. По их словам, он буквально пронесся под падающими лесами. К счастью, водитель не пострадал. И только повредился корпус автомобиля. С другой стороны, этого дома леса тоже есть. Спасатели их укрепили и срезали пленку, чтобы снять парусность. По тем лесам, которые уже упали, мы не можем сказать, были они закреплены или нет. Но те леса, которые сейчас находятся, на которых работают спасатели, они закреплены как-то не очень качественно. Александр Кожин входит в комиссию по сохранению фасадов в исторической части города. И рассказывает, что, как оказалось, в самый момент обрушения в адрес работающего с этим домом подрядчика звучали жалобы. И министр поручил проверить его работу. Здесь был надзор архитекторов. Сюда выходили представители от ЖКХ города. Те, кто здесь работал, не выполнили ничего из тех указаний, которые должны были сделать. Вот эта фирма «Феликс», которая здесь работала, оказалась в том рейтинге, антирейтинге подрядчиков, которые работают в историческом центре города, она занимает, видимо, номер один. Единственным пострадавшим от обрушения стал фонарь свиданий. У него отскочить шансов не было. Олеся Сланько, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Учителей и врачей, ветеранов и многодетных родителей отметили на юбилее Октябрьского района. Самому многонаселенному району области 80 лет. И награждение его выдающихся жителей растянулось на целый час. 51 ребенок у Любови Богдановой. И всего одна родная дочь, которая тоже берет в свою новую семью приемных детей. А вообще семья стала разрастаться с 96-го года. Чем и больше, тем интереснее и легче. Потому что один, как говорят, один ребенок – это эгоист. Вот когда их много, они понимают, и они друг друга понимают. К юбилею района многодетная мама получила знак губернатора за милосердие и благотворительность, ведь еще и занимается общественной деятельностью. Орден Атамана Платова Юрию Точеному вручили за вклад в дела казачества. Он инициировал увеличение числа казаков в помощь местным полицейским, которых на район всего 70 человек. Теперь в конной и пешей казачьих дружинах около 300 человек. А еще Юрий Точеный в 2011 году задержал опасного преступника. Услышал крик, думал, дети балуются. Посмотрел, навстречу мне бежит мужчина, за ним гонится несколько человек, и женщина истощенно кричит. Но я вспомнил армейскую сноровку, занимался боевым самбо в своем время. Сбил его с ног, задержал. Потом оказалось, это кандидат мастера спорта. Выхватил сумочку женщины, у которой было 320 тысяч рублей. Наградили и главврача районной больницы, медика с 40-летним стажем. В корпусах и поликлиники сделан капремонт, новейшее медоборудование, открытая иммунологическая лаборатория. Отличившиеся жители района награждали целый час. Здесь выросло 7 героев Советского Союза, 13 героев социалистического труда, заслуженные ученые и специалисты в сфере сельского хозяйства, известные деятели культуры и искусства. Здесь успешно работают 53 промышленных предприятия, 657 сельхозпредприятий, 59 строительных организаций. Это позволяет поддерживать на высоком уровне образование, здравоохранение, школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, в целом социальную сферу. После награждения концертная программа с участием лучших артистов и творческих коллективов района. К тому же с подарком приехали артисты музтеатра, заслуженная артистка России Елизавета Мислер и солист балета Альберт Загряддинов. Исполнили по ДД из балета «Щелкунчик». Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Октябрьский район. Робот-помощник, претендующий на звание человека. 3D-сканер, 2D-принтер можно было увидеть на выставке «Зеленая наука». Так в День российской науки открылся фестиваль «Включай экологику». Изучать науку и изобретать студенты и школьники будут до октября. Экскурсоводов, промоутеров, продавцов, консультантов, билетеров сможет заменить один робот-вейбот. По своему развитию это искусственный человек. Он легко отвечает на вопросы и может передвигаться даже в толпе. Разрабатывали его студенты ДГТУ год, а собрали за месяц. Из двигателей, приводов, электроники, из корпуса стеклопластикового. То есть мы применили в нем много различных решений, доступных нашему ВУЗу в плане технологической базы. Новые современные бесколлекторные приводы. А здесь современный 2D-принтер. Рисовать, например, рекламные вывески помогает автоматизированная система. Принтер рисует маркером, ручкой, карандашом, чем угодно. Главное загрузить рисунок в вектор и переформатировать. Картинка может в любом векторе, который в векторе, в этой сути логотип, либо шрифт, либо буквы. В данном случае это JPEG-изображение отфильтровано в линиях. И где светлые участки фотографий, там одна линия рисуется. Где темные участки, там градиент намного темнее. А это 3D-сканер. За 2 минуты он может перенести кружку на экран монитора. А затем при желании ее можно снова распечатать на 3D-принтере. Причем уже любого размера. Разработчики еще совершенствуют сканер, улучшают качество отсканированной картинки. Само изображение зависит от цвета нашего объекта, от освещенности очень сильно зависит. Зависит от поверхности, на которой он сканирует. То есть, чтобы не было никаких бликов. Там 3D-сканер, собраны вот эти детали, распечатаны на 3D-принтере. То есть, это лазеры, камера, шаговые двигатели. В день открытия фестиваля для гостей-школьников выступили творческие коллективы с номерами на тему экологии. Теперь выставки, научные шоу, викторины, мастер-классы будут проводиться до самого октября. Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редкий случай в гонбольном календаре. Два дня подряд Ростов-Дон играл с Ужевским университетом. Первая победа со счетом 42-19 вывела наш клуб в финал четырех Кубка России. А вторая встреча уже в чемпионате страны началась невероятно. Явно уступающие в классе гости держались на равных почти весь первый тайм. В дебюте вратарь университета смогла отличиться даже не сейвом, а точным броском через всю площадку. Ростовчанки уходить в отрыв не торопятся. Хотя стреляют без шансов для первого номера гостей. Правда, тут же пропускают и даже больше, чем планировалось. Задача была тренера немного другая. Он нам дал установку перед игрой, ну так сказать, отрабатывать более тактические моменты. То есть поменьше сделать отрывов, меньше убежать от соперника. Но побольше наиграть каких-то комбинаций. Ну это, можно сказать, матч подготовка как раз-таки к Румынии. Ростовчанки атакуют позиционно, иногда во вратаря. А гости стараются действовать чуть быстрее и отрываются на невероятные для них четыре мяча. Хозяйки в своих силах не сомневаются. И убегая в быстрый переход, вспоминают, что Фредерик Бужан в этом матче так забивать не рекомендовал. А слово тренера – закон. Ростов-Дон позволил. Так не устроили беготню, как они любят играть. Стали маленькой беречь силы, так сказать. Ну, у меня девчонки наоборот завелись, почувствовали, что сражаться получается. Получалось до 23-й минуты, когда ростовчанки сравняли счет 9-9. А за оставшееся до перерыва время не пропустили, забросив еще шесть раз. В том числе с коронным забеганием Крайнего. На этот раз в исполнении Ольги Башкировой. Нюанс такой был маленький. Нам тренер сказал пропустить за сегодняшний матч только 15 мячей от команды. Ну, практически выполнили. Один мяч такой залетел, который не должен был. В самом начале, да, когда из ворот в ворот. Да, этот как раз был лишний, наверное. На последнем рубеже в первом тайме старалась уложиться в 15 Маиса Песоа, раз за разом отбивая 7-метровые. А во втором Галина Мехдиева пропустила всего 7 мячей и помогла команде почти выполнить установку тренера. Сегодня у нас была такая тактика, ну, поберечь силы, потому что впереди бессонная ночь, перелеты, как бы бухарест. Поэтому у нас немножко, наверное, с настроем были сегодня проблемки. А так, я думаю, что все равно на классе вырвали и разрыв, такой разрыв сделали. На классе хозяйки довели дело до разгрома 36-16, не забывая летать для зрителей, как Моногарова и Борщенко. А сразу после игры наши девушки отправились в столицу Румынии, где в воскресенье встретятся с лидером своей группы в Лиге чемпионов Бухарестом. Роман Саганов, Лев Клинов, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Война и погода. Летняя жара и зимние морозы. Как они влияли на успехи советских войск во время Великой Отечественной войны? Насколько климат и ландшафт были союзниками русских солдат, впервые объективно рассказали ученые Южного научного центра РАН. Книгу «Большая излучина Дона. Место решающего сражения Великой Отечественной войны» презентовали в публичной библиотеке. Историки решили рассказать о том, что зачастую недооценивается и обделяется вниманием фронтовой повседневности. На успехи и неудачи оборонительных и наступательных операций летом и зимой 42-43 влияли и погода, и местность. Видимость в степи была идеальна – километров на 8-10. Но большое количество холмов, оврагов и балок, ручьи и реки, паводки распутятся. Какое уж тут быстрое передвижение войск. Фактор природы – это фактор, я бы сказал, объективный, который в значительной степени определял взаимодействие воюющих сторон в «Большой излучине Дона», да и не только на этом участке фронта, но и на всех других, наверное, участках фронта. И вот этому фактору, я бы сказал, недостаточно внимания отделяли историки предшествующие. А еще и книга о том, как сдавали экзамен на профпригодность будущие герои Великой Победы – Еременко, Малиновский, Гречко, Лелюшенко и та гвардия, которую теперь называют гвардией дяди Васи. И тот же Маргелов – герой освобождения нашей области, командир полка, потом дивизии, два с половиной года отвоевал на нашей земле. Потом он стал генералом, героем и так далее. А все начиналось здесь. И тельняшки здесь, пехоты, и бескозырки здесь под касками. И никто, кроме нас, это тоже здесь. История Великой Отечественной войны еще хранит много тайн. И так уж случилось, что ее историю мы можем изучать прямо на местах боев. Война же не все забрала с собой. Остались каски. Ну, неподалеку, в километрах десяти от нашего хутора, я еще с папой, с родителями, мы ходили, ну как, походы любили семейные. И мы там находили немецкие прогнившие каски. Поэтому здесь все. Все близко. Все, что было далеко, но оно близко. «Большая излучина Дона» – это та книга, где историки собрали вместе не только редкие архивные документы, но и воспоминания ополченцев, портработников, участников Сталинградской битвы и боев за Ростов. Галина Белоусова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Живописец изображает реальность видимую, а иконописец – духовную. Отсюда и другой подход к линиям, цвету и технике. Почти сто лет на Дону не было школы иконописи. Но два года назад Донская семинария открыла отделение совместно с грековским училищем. И теперь оно единственное в стране, где дают сразу светское и духовное образование. Молиться для иконописца очень важно, иначе сделать икону духовной не получится. Первокурсники пока учатся основам, рисуют пятнами и силуэтами. Не вот эти детали, а самые большие, крупные планы рисуем. Один объем, второй объем, третий объем, потом уже детали. Начинаем только с крупного, понимаешь, переходим к мелкому. Работают только в технике и с материалами древних мастеров, как тысячу лет назад. Мешают желток с сухим белым вином и добавляют природные пигменты, созданные Богом. Некоторые из них даже полудрагоценны. Небесный оттенок дают лазурит и азурит. Эта краска, которая уже растертая, живет недолго. Она живет максимум неделю. И каждый раз иконописец, приступая к работе, должен готовить эти краски своими руками. Современные краски такой прозрачности не дадут. Икона пишется не в живописной технике. Тут есть принципиальные отличия. Икона обладает теми изобразительными средствами, которые позволяют изобразить не один какой-то момент, а позволяют изобразить историю в целом. Как бы некий сюжет вообще в целом. Поэтому зачастую бывает даже так, что на одной иконе один и тот же персонаж изображается несколько раз. От цветых нет тени. Они могут стоять без опоры или парить. Многие недопустимые в классической живописи моменты важны и символичны в иконописи. Иногда икона утрирована графично. Изображается сакральное пространство, в котором нет перспективы. Нет дальнего плана и ближнего плана. Нет фокусировки зрения на чем-то одном, чтобы остальное было размыто, как это, допустим, возможно в картине или фотографии даже. Пишут обязательно на белом грунте для большей цветоносности. Сакральности передает золотой цвет и дополнительная подсветка белыми линиями. Прадедушка-второкурсница Мария Соболь – иконописец. Так что девушка рисует с пяти лет и с детства понимала, свяжет жизнь с верой и таким творчеством. А живопись считают только основой для написания икон. Здесь идет передача того, что ты не можешь увидеть, ты можешь только это прочувствовать. И ты соединяешь в одно целое основу вместе с молитвой. И получается икона. Олеся Слынько, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова